Здравствуйте! В эфире программа «Дэн Джанья Заман» в студии Рушан Бараев. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Карагандинского государственного университета, кандидат юридических наук Аренова Лейла. Мировая интернет-паутина засорена всевозможными сайтами, в которых религию используют для достижения далеко не мирных целей. Генеральной прокуратурой проведен мониторинг свыше 100 тысяч сайтов, более 600 из которых признаны экстремистскими и заблокированы по решению суда. Знаете ли вы, с кем общается ваш сын? Что он смотрит часами в интернете? Почему ваша дочь перестала смотреть телевизор? Отвергает приготовленную вами еду? Почему ваш ребенок осуждает вас? Отвергает вас? Обвиняет вас? Внешние силы добиваются, чтобы люди начали отвергать свои традиции, истинную веру, ведь растерявшими свои духовные ценности людьми легко управлять. Будьте внимательны к своим близким. Любовь семьи всегда выше ложных целей. По заказу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Лейла, расскажите, в чем вред салафизма для Республики Казахстан и для его граждан? Прежде всего, это подрыв наших культурных, этнических устоев. Наша культура достаточно богатая, и определенные религиозные воззрения у нас сложились достаточно давно. Они имеют определенную форму, они приемлемы именно для наших мусульманских народов на территории Казахстана. Учение салафия, оно отличается. Да, безусловно, салафия – это ислам, сунитского толка. Но культурные традиции, традиции нашего народа, они противоречат именно учению салафии. Салафиты – это население, верующее население, большинство королевства Саудовской Аравии. И оно адаптировано к их условиям жизни, к их культурным ценностям, этническим ценностям. Более того, в Казахстане оно приобрело несколько извращенные формы понимания. А именно, борьба непонятна с кем, с неверными, что такое неверные. Даже у салафитов нет, собственно говоря, мнения, что такое неверные их понимания. Само по себе учение салафии, оно подразумевает определенные догматы, как любая религия. И вот основной догмат – это очищение ислама, возвращение его к первоначальным истокам, к первоначальному Курану. То есть это глубокая древность, собственно говоря. И, соответственно, если кто не принимает данные учения, то борьба с ними. Вот здесь слово «борьба», оно, наверное, как для юристов, как для правоохранительных органов, оно является, наверное, все-таки ключевым. И извращение здесь происходит именно на условии «борьба». Понимается насилие, насилие по отношению к людям, насилие по отношению к инновидцам. Более того, насилие, которое нужно проявлять в чужих государствах, когда наши граждане уезжают в другие государства для того, чтобы вести военные действия, что уже само по себе настораживает, как человек, живущий в благополучной, развитой стране, выезжает на чужую войну за чужие ценности. Вот скажите, каким образом нарушаются традиции нашего народа, казахского народа? Наш ислам на территории Республики Казахстан, он все-таки основан у нас на наших традициях и обычаях. И, собственно говоря, наши мусульмане, они все-таки смотрят на веру, религиозную веру, веру в рациональную, сквозь тех исторически сложившихся обрядов и традиций. И воспитывают, у нас много поколений воспитывалось именно на наших традициях. Даже вот право наше, да, оно тоже основано на обычном праве казахов. То есть культура, она играет здесь первостепенную роль. И здесь у нас, получается, учение Салафии, оно противоречит интересам нашего государства, нашим культурным традициям. То есть борьба. Ну, смотрите, в последние лет 70, да, ну, имеется в виду советский период времени, ну, достаточно к вере относились, скажем, она была под запретом, и, возможно, были утрачены какие-то корни, что-то было подзабыто. И сам народ изменился. Вы согласны с этим? Ну, я согласна, но отчасти. Опять же, воинствующий атеизм у нас во всех оставил большой, конечно, след, глубокие раны на душах наших людей, на духовности. Но, тем не менее, у нас существовали и в советское время мечети, и церкви, и храмы, и католические, православные. И люди обращались, именно вот, если мы говорим об исламе, в мечети, когда умирал кто-то, свадьбы, какие-то обычаи, они все равно у нас присутствовали. То есть нельзя сказать, что было все под запретом, не было мечети, не было храмов. Нет, это не так. Люди поддерживали все равно, поддерживали традиции, читали молитвы, молитвы, поддерживали ту веру, которая вот была в Казахстане уже тогда, когда ислам к нам пришел достаточно поздно, поэтому он наслоился уже вот на традиции обычаи казахов. И все равно она поддерживалась в любом случае. Поэтому, когда к нам пришли новые винии, винии религиозные, это не только ислама касается, это и христианских, протестанских организаций. Люди для себя это избрали как интерес, дань моде, интерес. И очень много, к сожалению, сограждан, которые не смогли отсеять, зерна от плея. Кто-то увлекся, кто-то отошел, вернулся в свою традиционную культуру, образующую религиозную конфессию, кто-то остался. Безусловно, сыграла роль, что религия была, скажем, не поощрялась. Не то, что была под запретом, она просто не поощрялась. Любая культура, образующая, мировая религия, ислам, христианство, неважно, она прежде всего несет в себе добро. Это заповеди, определенные религиозные догматы, заповеди. Не убей, не укради, не обмани и так далее. И когда человек сталкивается с тем, что, используя вероисповедание, его подталкивают к совершению противозаконных, скажем так, сомнительных действий, вот здесь человек должен подумать, а истинна ли это вера. Более того, сейчас мы живем в демократическом государстве, у нас очень много религиозных институтов, у нас очень много храмов, у нас очень много мечетей. И я уверена, что ни в одной мечети, ни в одном храме священнослужители, духовные лица, они не откажут. Просто в разъяснении вопросов. А вот что наше население религиозное безграмотно и не хочет, собственно говоря, из этого состояния выходить, это уже другой вопрос. А почему так происходит? Это проще. Проще жить безграмотным, проще не узнавать что-то для себя новое, проще верить в то, что тебе скажут, не проверяя. То есть это, как правило, удобно, это нужно мне, я не хочу больше ничем интересовать, я не хочу выходить за рамки того, что я знаю, или то, что мне сказали. Религиозная безграмотность, она прежде всего обусловлена линией человеческой. Хотя у нас, в нашем государстве уже достаточно долгое время, несколько лет подряд идет достаточный ликбез по религиям. И предметы в школе вводят, и, собственно говоря, в средствах массовой информации эта тема освещается. Опять же, дело в желании людей, дело в их настрое. Нельзя человека насильно куда-то завести, если он этого сам не хочет. Когда человек обращается в какую-то нетрадиционную религиозную конфессию, например, к тем же сторонникам учения с элафитом, ничего не надо, собственно говоря, делать. К тебе пришли, тебе сказали, тебе объяснили, и человек это воспринимает, скажем так, без доли критики. А поэтому вот религиозная безграмотность, она должна искореняться не государством, не обществом, а самим человеком прежде всего. Мы же читаем книги, если мы хотим покушать, мы встаем, идем кушаем. Вот точно так же с интересом. Если ты хочешь уверовать, если у тебя есть духовная потребность, прежде всего эту духовную потребность удовлетворяют в тех учреждениях духовных, которые у нас есть, а они ищут легких путей, или начитавшись что-то, не выходя из дома в интернете. Здесь опять же вопрос, да, истинности, истинности веры. Насколько я истинный мусульманин. Истинный мусульманин, истинный христианин, истинный религиозный человек будет поступать по первоисточникам, не поддаваясь словам других. Вот, кстати, в этом отношении учение салафитов, оно предусматривает, тоже как один из догматов учения салафия, я буду трактовать слова Корана так, как я посчитаю нужным, или как посчитает нужным мой учитель. Как вот и формируются, собственно говоря, эти ячейки. Людей это должно настораживать. Священные тексты не могут трактоваться каким-то одним человеком через его призму собственных ощущений, собственных знаний. И поэтому у нас, собственно говоря, молодежь и попадает в такие организации. В предыдущей программе Рустам Сыздыков говорил о том, что практически наставил на том, чтобы в Казахстане была запрещена эта идеология. Есть ли у нас в стране какие-то юридические инструменты, которыми можно запретить, скажем, религиозное движение, потому как свобода вероисповедания закреплена в Конституции? Как быть? Видите, здесь ситуация такая. Инструменты, безусловно, у нас есть. Это, прежде всего, законы, законотворческая деятельность. Безусловно, учение салафитов подлежит запрещению только по той простой причине, что мы уже сталкивались на территории Казахстана с общественно опасными последствиями. То есть совершались преступления не просто по религиозному мотиву, а именно приверженцами именно данной религиозной структуры, религиозной организации. И, прежде всего, борьба должна происходить именно, скажем так, с наличием запрещения этой деятельности, то есть путем законодательного не устрашения, а именно регламентации. Да, она религиозная организация запрещается судом, Верховным судом, например, до Республики Казахстан. И уже потом наступают правовые последствия. Если данная организация запрещена, то всё, что связано с её деятельностью, находится под запретом, и нарушающий этот запрет становится у нас преступником. Кстати, по-моему, был прецедент с саентологами. Да, было неоднократно уже даже с ними. Когда их закрывали, они переименовывались, потом снова открывались. Но здесь несколько другие, скажем так, плоскости. Саентологи не несут такой общественной опасности именно насильственного характера, как салафиты. Салафиты себя зарекомендовали, как, собственно говоря, преступники, как преступная организация, которая должна быть запрещена, и её последователи должны обязательно караться законом. Возможно, есть мирные салафиты. Может быть такое? Нет. Нельзя быть немножко беременным. Нельзя быть немного салафитом. Нельзя быть немножко умеренным оппозиционером. Нельзя быть немножко верующим. То есть здесь уже налицо преступные действия. Ну, как, да, расхожая фраза. Лучше профилактировать болезнь, чем её лечить. Правоохранительные органы, конечно, выполняют колоссальную работу. Но здесь религиозная, как любая религиозная идея, она распространяется очень быстро. Именно учение салафита. Поэтому здесь, наверное, было бы уместнее говорить всё-таки о профилактике. Потому что практика показывает, кто у нас становится приверженцем таких организаций. Это, как правило, люди либо больные, откровенно больные, именно с патологиями, психическими патологиями. Даже не аномалиями, а патологиями. И вот когда мы составляем профиль на террориста-смертника, на человека, который совершил преступление именно террористической, религиозно-экстремистской направленности, очень отчётливо видно. Это симптомы, как мы уже их называем. Это просто мы описываем симптомы болезни. Низкая самооценка, зависимость от мнения других, причём которую они не признают, они считают, что они абсолютно самостоятельны в своём мышлении. Полное согласие, отсутствие критики в отношении лидера, в отношении того, что этот лидер говорит. И врачи это называют, уже описывают, как устойчивыми симптомами заболевания, психического заболевания. И здесь уже необходимо говорить о именно серьёзном лечении. Даже не реабилитация, здесь уже должно быть серьёзное лечение. И вот наш закон о психиатрической помощи, к сожалению, пока не предусматривает именно обследование, добровольное обследование. То есть мы ждём, когда что-то случится. Всё начинается с семьи. Ни полиция, ни КНБ, ни прокуратура. Никто не поможет решить семейные проблемы, если нет контакта с родителями. Вот это уже будет половина решения проблемы, той, которую мы сейчас обсуждаем. Если мы говорим о взрослых людях, которые задерживаются, которые осуждаются, по закону несут наказание, здесь всё-таки можно говорить, наверное, о том, что это бизнес. Криминальный бизнес. И, естественно, ни о каком вероисповедании, об истинности веры здесь речи не идёт. И вот сколько наш университет проводит исследования, в том числе используя практическую деятельность, мы, собственно говоря, с этим сталкиваемся. Если мы имеем дело с человеком после 35 лет, это, как правило, человек таким образом зарабатывает деньги, втягивая несовершеннолетних, подростков, студенческую молодёжь, играя на их чувствах, играя на их страхах, играя на их болезнях. То есть вот с особым цинизмом это происходит. Поэтому вот родители должны всё-таки обращать побольше внимания. Подытоживая нашу небольшую такую беседу, насколько вы оцениваете угрозу развития этой идеологии в нашей стране, вот, может быть, в вашем каком-то окружении, то, что вы видите в городе, в котором вы живёте, насколько это действительно представляет угрозу? Достаточно, конечно, серьёзный вопрос вы мне задали. Угрозы действительно существуют. Если ещё 10 лет назад это бы рассматривалась данная проблема как потенциальная угроза, то сейчас она всё-таки больше становится реальной угрозой. И это обусловлено тем, что у нас попадает именно молодёжь в этой организации. Угроза реальна. Именно тем, что большой наплыв молодёжи, они пополняют ряды именно вот таких вот заблудших, заблудших вере, заблудших в жизни. Люди, которые, собственно говоря, не имеют ни эмоционального приёма к внешнему миру, ни эмоциональной отдачи к внешнему миру, которые готовы забыть свои корни, свои, скажем так, отношения в семье с близкими, готовы распространять. То есть опять же мы возвращаемся к болезненным состояниям. Рейла, спасибо, что вы выбрали время и зашли к нам в студию. Спасибо. 300744 – это телефон доверия. Звоните, если у вас есть вопросы. Следите за собой и своими детьми. До встречи в эфире. Сын мой, прости меня. Вера, она в сердце. Я должна была остановить тебя. В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан проведён мониторинг свыше 90 тысяч сайтов. Более 600 из них были признаны экстремистскими и заблокированы на основании судебных решений. Достоверную информацию можно получить только из проверенных ресурсов. Чем занята ваша дочь? Чем интересуется сын? Что смотрят? Что читают? С кем общаются? Призывы экстремизма нам чужды. Они противоречат нашей культуре, нашим ценностям. По заказу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова